привет всем сегодня мне такая возникла идея видео вернее и у меня она возникла я слышала по радио ехал на работу это обсуждали интересную тему тут все перекопаны с трудом продираюсь короче очень интересная тема называется что заказывать на первом свидании в ресторане я не знаю насколько эта тема близка моим зрительницам насколько они ходят на первое свидание и на второе на третье но может быть это кому-то интересно что мне просто это знаете мне как голову никогда не приходило я если честно уже очень давно не ходила на свидание просто сама тема достаточно смешно обсуждалось это по той причине что когда вы идете на свидание этого естественно заказывайте что-то кушать это может быть ресторан я если честно удивилась этой теме потому что я знаю что у нас на первое свидание обычно не ходят какие-то там рестораны где прям такая еда еда обычно на первое свидание ходят в какое-то место такое, ну, кофе попить, бокал вина выпить, ну, то есть, потому что вы же не знаете, сложится у вас этим человеком не сложится, а вы сразу идете в ресторан, и вы должны там долго сидеть, а если он вам не понравился категорически, а вы должны, ну, вот, пришли в ресторан, заказали еду, вы сидите, ждете, пока вам принесут, потом вы эту еду едите, собственно говоря, это все берет время, а может быть, у вас такое ощущение по поводу этого человека, что вам просто хочется устать и уйти, но вы не можете, как бы, вам уже неудобно поэтому, насколько я знаю, что у нас обычно на первое, первое свидание ходят куда-то, где, в общем-то, можно выпить кофе и свалить, чтобы не быть никаких никаких обязательств но, может быть, это второе свидание или третье, когда вы уже там с человеком встречаете какое-то время, вот, и как бы, все еще вы находитесь в таком состоянии, что что вы еще не хотите ударить в грязь лицом что называется, с одной стороны, с другой стороны вот, ну вот он вас пригласил на ужин вы приходите и надо заказывать кушать вообще есть такая такая заморочка, что, знаете, такая интеллигентная женщина такая она, в общем-то, не будет много есть на свидании, вообще не должна она должна сказать какой-нибудь легкий салатик или что-нибудь такое, ну не брать там стейк или, я не знаю, ну какую-то там какую-то тяжелую такую еду очень-очень такую грузную, знаете, а есть такая грузная еда? есть грузные люди? есть грузная еда? не знаю ну, в общем, такая женщина на свидание должна взять что-то легкое какую-то легкую еду не обжираться там не во-первых, потому что неизвестно, кто будет за нее платить если молодой человек будет заплатить за эту еду то тем более неудобно брать что-то там дорогое какое-то мясо или что-то такое ну и вообще считается, что дама такая, знаете, нежная, интеллигентная дама должна питаться амброзиями, а не мясом ну, в общем, короче но вопрос стоял не в этом вопрос стоял в том, что, знаете, как по-английски это называется messy food mess это, в общем-то, беспорядок messy food это беспорядочная еда это еда, которая может вам сделать, ну, я не знаю например, листики зеленые застрять в зубах спагетти с соусом томатным вы едите и, значит, все эти макароны с этот томатный соус вы знаете, спагетти это довольно такая ну, не очень удобная еда она, в общем-то, весь этот соус вы можете перемазаться губы а еще тем более вы в помаде в общем, все это размажется у вас по подбородку короче и вот они обсуждали что еще там, о чем они еще говорили что какая еще еда а, ну, лобстер, конечно, там всякие в общем, ну, знаете, вы, когда идете в ресторан, где едят лобстер и вам даже дают специально такую фарту как детский такой, как слюнявчик который вы надеваете на себя а в некоторых ресторанах, где подают лобстеров там вообще прям целую, знаете, такую накидку вам дают сверху, что вы надеваете ее на себя чтобы она как бы не, ну, предотвращала, предохраняла вашу одежду от грязи потому что кушать лобстер очень такая, ну, довольно грязное дело потому что его там надо, значит, разламывать там сок брызжет со всех сторон в общем, так что это известное дело что на свидание, на первое, на второе, на третье не заказывают ни лобстер, ни спагетти считается, что да, заказывают салат ну, потому что это такая женская еда с одной стороны, не очень дорогая и, в общем-то, довольно легкая такая опять же, неизвестно, как дело пойдет после свидания и, в общем-то, набивать живот каким-то тяжелой какой-то едой как бы совершенно не хочется но, значит, салат а ведущая говорит, что, значит вот, представляешь, листья салата большие измазаны тоже каким-то соусом, да каким-то типа, ну, не майонез, а вот есть там тысяча островов, соус, ну, такой типа, белый такой типа майонез, но не совсем майонез или масло направливковое и все эти вот ингредиенты салата а салатные листья, они такие, знаете бывают такие, да, больно большие салаты вот вы, значит, его, значит, тебя там засовываете а он у вас по всей, тоже по подбородку размазался в общем, короче, пришли к выводу что салат это тоже не очень хорошая еда для свидания гамбургер совершенно ужасная еда потому что это вот такой вот толщины булка с котлетой значит, там внутри помидоры, лук и всякое разное и все это надо, значит, открывать огромный рот чтобы его укусить и заглотить это очень эстетично выглядит опять же, у вас помада вы женщина нежная такая вся, леди элегантная тут вы такую ротяку раздеваете значит, эту вот булку с котлетой размеру с 2 с 2 ваших глотки засовываете ну, в общем, и они очень долго, два ведущих они, значит, спорили один был мужчина, а вторая ведущая была женщина и она, значит, объясняла ему а он вообще мужик, значит, он вообще как бы не понимает, о чем речь потому что для мужика, мужики не парятся со всем этим вот со всеми этими заморочками что заказывать, что не заказывать какую еду месси, фуд, не месси, испачкается он, застрянет ли у него листик в зубах или у него есть подбородок, будет в кетчупе там, ему как бы все равно а женщина, а женщина думает у меня тут помада, я начну есть помада размажется, там, кетчуп размажется в общем, буду, листик застрянет в зубах опять же, буду выглядеть очень глупо нелепо и смешно вот, и, в общем, у них была такая беседа и так они не пришли к какому-то выводу общему, что значит что лучше всего заказывать на свидание чтобы не удалось грязь лицом не попасть в просак и выглядеть интеллигентно и выглядеть с одной стороны как бы, ну, не быть какой-то ханжой что я прям тут ничего кушать не буду я буду сидеть, так, ручки на коленке и просто буду смотреть на тебя, любимый как ты кушаешь свое мясо а с другой стороны не хочется как бы выглядеть какой-то обжорой и вообще как бы испачкаться перематываться в этой еде и выглядеть как-то некрасиво и неприлично хотя, если честно, мне кажется что если вы мужчине действительно нравитесь то ну, перемажетесь вы в еде мне кажется, что ну, это тоже как-то мило может быть немножко так смешно в общем-то можно вокруг этого потом целую историю построить но не знаю не знаю в общем-то такая интересная тема напишите мне если вас она вообще интересует что вы думаете что бы вы взяли вот заказали на свидание если бы вы шли в ресторан с мужчиной какую бы еду вы бы заказали и чтобы вы как вы думаете какую еду самую-то безопасную еду можно заказать для того, чтобы не попасть в просак с одной стороны с другой стороны не выглядеть какой-то такой знаешь, чопорной дамой что я сижу и я не собираюсь кушать и вообще вот питаюсь питаюсь росой и пыльцой из роз все, девочки вот хотела с вами поделиться еду с работой сейчас, может быть, заеду куда-нибудь все люблю, целую до новых встреч пока-пока бай пока-пока